Парад 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 Это были те люди, которые разбили армию фашистской Германии, освободили Союз, Европу и весь мир. Вторая мировая стала битвой интеллекта за создание лучшего в мире оружия защиты. Вместе со своим народом это оружие победило в самой тяжелой и кровопролитной войне и продолжает побеждать сейчас. Оружие победы. Начиная войну, Гитлер рассчитывал уничтожить Красную Армию всего за несколько недель. Но уже в декабре 1942 года фашистская газета «Франкфурт и Цетинг» писала, поведение противника в бою не определяется никакими правилами. Советская система, создавшая Стахановца, породила красноармейца, который ожесточенно дерется даже в безвыходном положении. Также иступленно действует советская военная промышленность, выпускающая невероятное количество вооружений. Все пять лет войны советская оборонная промышленность работала как единый четко слаженный механизм, круглосуточно, без отпусков и выходных, в три смены. В стране выплавлялось 12 миллионов тонн стали в год, производилось 3 миллиона винтовок и карабинов, 238 тысяч пулеметов, 86,9 тысяч минометов, 24442 полевых орудия, 23774 танка и самоходки, 27007 боевых самолетов. И сериалозный, что ты сделал для фронта, все для фронта, все для победы. Люди работали изо всех, как говорится, последних сил. Побеждают не пушками и ружьями, а духом и умением. Это еще Александр Суворов сказал. Русскому солдату силы духа и житейской мудрости было не заниматься. Даже в скромной, не слишком удобной экипировке военной поры наш солдат умел побеждать. Снаряжение пехоты, как ни странно, тоже оружие не менее эффективное, чем автоматы и пушки. А к этому мы пришли после поражения войны с финнами. Ну, собственно, формально война была удачная, но большие потери были обусловлены не в последнюю очередь за счет нашего неудачного снаряжения. За полярным кругом наши солдаты вынуждены были сражаться в буденовках, очень неудобных, и в шинилях. Только в декабре 1940 года в армию начали поступать валенки и полушубки, маск-халаты, защитная экипировка. Но на всех бойцов обмундирования все равно не хватало. Изменился и военный солдатский поют. Теперь он состоял из сухих концентратов, тушенки, сгущенки и позволял бойцу подолго находиться вдали от полевых кухонь и тыловых баз. Появилась и удобная фронтовая каска, стальной шлем, форма которого оставалась неизменной до середины 80-х годов. И как раз немцы в 1941 году зимой оказались в том положении, в каком наши войска были зимой 1939-1940 года на Карельском перешейке и за полярным кругом. Как только Красная Армия оправилась от первых поражений, реформа боевой экипировки продолжилась. В 1942 году войска была разослана специальная директива командования. Всем офицерам изложить свою позицию по вопросам обмундирования война, автоматчика, тех, кто вооружен карабином, кто вооружен винтовкой. Ну, многие высказывали свои соображения, но желательно было, чтобы у каждого была финка, желательно, чтобы не один, а два было запасных дисков. Пехота сама приспособилась шить себе специальные жилеты с потайными нагрудными карманами. В них удобно было и магазины от автоматов хранить, и заодно использовать в качестве боевой защиты. Я не рассчитал и встал во весь рост, а сбоку оказался, понимаешь, фриц. И он выстрелил меня и попал, значит, в магазин, который висел у меня на груди. Потом, как мы смотрели, что она должна была прямо мне в сердце попасть, она отскочила, попала мне в руку. Так сказать, и вот сюда так влипло, плашмя. Все, до чего додумались сами бойцы, было взято военными специалистами на карандаш и успешно применялось при создании экипировки пехотных подразделений особого назначения. Еще в Первую мировую войну возник вопрос, а нельзя ли вернуться к латам? Как защитить стрелка-пехотинца от пули осколков противника? И уже в Первую мировую войну появились какие-то варианты лат, в том числе и в русской армии. Эта идея была возрождена в 1942 году. В частности, в Сталинграде наши штурмовые группы имели, в общем-то, так называемые керасы. Ну, нестеподобие керас, которые имели конники времен Анны Иоанновны и Екатерины Великой. Эти керасы сдерживали, довольно оказались эффективно против осколков, пуль пистолетов, пулеметов. Ну, естественно, от холодного оружия. В течение нескольких недель в августе 1943 года советские войска пытались овладеть высотой под Смоленском. По решению Ставки в бой вступило подразделение специального назначения. Немцы обрушили на него шквал огня, но русские солдаты оказались неуязвимы. Через полчаса высота была взята. Бригады имели на вооружении стальные нагрузники. Но у одного из солдат заклинили автоматы, офицер немецкий разрядил обойму этого солдата. Солдат оправился от удара и прикладом автомата прикончил фашистство. Бойцы отдельной штурмовой инженерно-саперной бригады были экипированы в специальные камуфлированные комбинезоны с стальными нагрудниками. Имели при себе автоматическое оружие, противотанковые ружья, гранаты. Во время войны было создано 15 специальных штурмовых бригад. Они являлись личным резервом главнокомандующего. Использовались в чрезвычайных ситуациях. Вы знаете, что наша система победила. После этого мы оставались примерно на той же концепции ведения боевых действий, которая была сформирована во время Великой Отечественной войны. И мы очень долго на этой системе находились. Уже после войны НИИ Стали получит задание разработать средства индивидуальной защиты для армии. Заместитель директора института Всеволод Иерусалимский удивит многих сотрудников, назначив руководителем проекта женщину Аллу Глаголеву. Всеволод Васильевич меня вызвал и сказал, Алла, наград ты не получишь. Твоего имени никто не будет знать, но каждая мать скажет спасибо. Из соображений секретности краили спецодежду в закрытом цехе, там же, где обшивали жен членов политбюро. Использовали сверхпрочную космическую ткань кевлар, которая применялась при создании ракетных двигателей. В результате появился бронежилет с круговой защитой от автоматных пуль и холодного оружия. С того момента спецодежда Аталы Глаголевой считается лучшей в мире и до сих пор успешно используется в войсках специального назначения. В свое время я был большим противником бронежилетов. Тяжело, сковывает движение, требует определенной физической подготовки. Но пока однажды на собственном опыте не убедился в его эффективности. При введении боевых действий получил очередь в грудь со расстояния 5 метров. Но съезжая по стене подумал об одном. Все, это конец. Но когда растянул бронежилет, ощупал себя цел. Два сломанных регура, неделя кашля. А итог один, я остался жив. Солдат Великой Отечественной и мечтать не мог о такой защите. Вооружен, значит защищен. Но основным оружием пехотинца 60 лет назад была винтовка или корабль.